Создание центра кибербезопасности в УДКБ перешло в практическую плоскость. Дополнительно создаются и центры кризисного реагирования. Это в Москве белорусским журналистам сообщил генеральный секретарь организации. Николай Бордюжа также анонсировал планы на ближайший период. О защите онлайн информации Максим Короткин. Разговор о едином центре борьбы с киберпреступностью ведется не первый год. Проблемы защиты информации и противодействия преступникам в IT-сфере, новые вызовы для современного общества. Это, кстати, часть предложений Беларуси о развитии УДКБ, сделанное нашей страной в период председательства в организации. Сейчас центр борьбы с киберугрозами в стадии практического создания. Все необходимые для этого документы главы государства уже утвердили. В аналогичной стадии находится и центр кризисного реагирования. В отличие от коллег, борющихся с киберпреступностью, эта структура будет иметь физическое присутствие в Москве. Для нее уже подобрано помещение. Центр кибербезопасности – это не что иное, как система взаимодействия между соответствующими службами, которые обмениваются информацией и предпринимают конкретные практические шаги. А вот центр кризисного реагирования – это действительно помещение, это возможность оперативного взаимодействия, обмена информацией с другими государствами, с такими же центрами кризисного реагирования в других государствах. Стратегическое развитие ОДКБ в 2015 году пройдет под влиянием потенциальных угроз из Центральной Азии и Афганистана. Проблема исламского государства и движения «Талибан» становится главной угрозой стабильности не только в региональном, но и в мировом формате. В организации считают, что ситуация усложняется тем, что среди боевиков немало выходцев из бывшего Советского Союза. То, что эти лица будут возвращаться, и то, что они будут готовы с оружием в руках выполнять заказы руководителей, в том числе по политической дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве, это однозначно. Естественно, что для противодействия этим угрозам страна ОДКБ усилит взаимодействие в области предупреждения нелегальной миграции, наркотрафика и особенно терроризма. Ожидается, что будет усилено взаимодействие как к военной составляющей организации, так и сфер военно-промышленного комплекса. По традиции в программе работы ОДКБ на нынешний год значится ряд крупных учений в Российской Федерации, Армении и Таджикистане. Они будут касаться взаимодействия коллективных сил оперативного реагирования и спецопераций антинаркотических ведомств. Максим Короткин, Алексей Чернюк, агентствитель новостей, Москва.